Всем доброе-доброе утро! Праздничное, светлое, доброе утро! Из домашнего питомника Костропула. У нас сегодня немножечко наоборот. Малыши гуляют, а я здесь убирала. И сейчас я их запущу. И мы от всей души, из нашего домашнего питомника, поздравим вас, наши друзья, любимые друзья и подписчики, с праздником, с великим праздником, днем победы над фашистами. И, конечно же, от всей души я, Екатерина Ковалева, заводчик питомника Костропула и вся моя семья, все мои близкие, поздравляем вас с праздником. Желаем всем, самое главное, это мирного неба над головой, мира на нашей Матушке-Земле, во всей Вселенной. Пусть будет мир. И с нами Бог, правда, всегда восторжествует. Как бы ничего не складывалось, всегда правда, добро и любовь победят и побеждали. Еще раз, от всей души мира, добра, любви, мира в семьях, благополучия, мира в наших сердцах и головах. Малыши немного погуляют, у нас не наладилась погодка, но это не важно. Еще раз хочу сказать, самое главное, чтобы был мир на Земле, а погода у природы нет плохой погоды. Собачки наши гуляют. И еще раз и еще раз всем всего только самого доброго. Каждый уголочек нашей Вселенной посылаем вам любовь. Любовь, мир и добро. Малыши играют, веселятся. Да, погуляли, скажи, главное, что тепло. Правда? На, на, на. Детки, 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 улыбайтесь всем в камеру. Наши малыши, которые уже послезавтра покидают наш дом, собрали чемоданчик. Я обязательно покажу, как будет время. Сниму, покажу. Ну, что входит чемоданчик выпускника питомника Костропула. Показывала уже много раз. Все, в принципе, одно и то же. Все, что нужно в дорожку на первое время. Щенку. И целых семь щенков покидают наш дом. И будут еще отдельные видео. Малыши едут в Москву, в Уфу. Ну, начинает наш детский сад. Наши ясельки разъезжаться. И в этом видео я ни о чем не хотела говорить. Хотела только поздравить, но в двух словах. Все-таки мысль только вот прям ко мне пришла. Хулиганы! Хочу сказать. Ответить на вопрос, который, ну, просто постоянно мне задают. Как вы расстаетесь со своими щенками, которых вы так любите. Которые изо дня в день с самого рождения живут. И с нами. Которые родились в нашем питомнике. Я хочу ответить, в принципе, коротко и ясно. Каждому своему выпускнику я очень-очень стараюсь. И это не слова. Найти только самую лучшую семью. Что в моем понимании лучшая семья. Об этом я говорю в каждом видео. Это здравомыслящий, взрослый человек. Финансово независимый. Тю-тюпа-тюпа-тюпа-тюпа. Ничего не слышно, что мама говорит. Да. Веселятся и слава богу, мои солнышки, игрулечки, игрушечки. Да. Это финансово независимый человек. Здравомыслящий. Который понимает, что он покупает не игрушку в детском мире. Что собаки гадкают, писают, какают. Веселятся. Но в то же время требуют ухода, внимания. Финансовых вложений. Покупка щенка это мелочи по сравнению с тем, что придется потратить в жизни на собаку. Да, такую маленькую. Потому что слышала. Ой, что такая маленькая собака так дорого стоит. Вон мол, дорого могут стоить только. Нельзя, нельзя, нельзя. Только большие собаки. Крупные в смысле. Ну это понятно. Может только дилетанты. Какой-то вообще далекий от собачьего мира. В кинологии особенно говорит человек. Моя мечта. Давайте послушаем звуки наших. На, на. Детки, детки, нате, нате вам веревочку. Нате маминесо. Что нужно сделать? Нужно просто отвлечь. Да, весело, весело. Какая цель в работе заводчика? Я говорю, естественно, непосредственно о себе, не о всех заводчиках, не о всех питомниках. Моя цель. Не имею права делиться чьими-то чужими целями. Говорю, как всегда, только о себе. Какая цель? Меня как заводчика в моей работе, в моей, в деле моей души. Солнышко. Это, конечно, получить здоровое, красивое потомство породное и найти своему выпускнику только самые лучшие руки, семью, дом, в который, как своего ребенка, будут любить, боготворить малыша, которого вырастила я. Своими руками, своей душой, своим сердцем. И от того, что вы, мои дорогие, будете счастливы с моим выпускником, буду счастлива я. Я думаю, все коротко и понятно. Когда у наших малышей, детей, иногда я все-таки сравниваю их с людьми, хотя это собаки. Все хорошо и мне хорошо. Особенно, когда вы рады, друзья, имеющие моих выпускников. У вас все прекрасно, от этого мне на душе тоже спокойно, мирно. Для этого и есть цель моей работы. Воспитать. Разошлись мамины солнышки. Энергию нужно выплескивать. Есть цель моей работы. И кто-то считает, что это бизнес, зарабатывание денег. У меня немножечко другая наклонность, понимание этого. Я считаю, что те финансовые возможности, которые после продажи щенка получаются у меня, у меня есть возможность больше и лучше, и качественнее содержать своих щенков. Строить им домики. Теплые, уютные. Достойное питание, содержание. Ну и, конечно же, как мне иногда говорят, а работать не пробовали. Ребят, ну это может говорить тот человек, который никогда не работал с животными. У меня нет выходных, проходных, праздников. Они у меня есть. И в выходной день я могу стричь когти, готовить мясные фарши, выгуливать собак изо дня в день. Я люблю это. Я никогда в жизни не жалуюсь на свою жизнь. Я выбрала сама. И очень бы хотела, чтобы каждый человек жил так, как он хочет, а не так, как ему навязывают. Или, знаете, как у нас есть категория людей, которые работают так, чтобы там отсидеть штаны. Моя работа меня подымает, заряжает, увлекает. И всем этого же желаю, чтобы ваша работа, ваша работа была работой вашей души. И это прекрасно. А тот позитив и любовь, которую дарят нам собаки, это только понимают те люди, у которых есть собаки. Это животные, которые не умеют врать и лгать. Они не умеют мстить, как некоторые думают. Они умеют только любить, радоваться. И быть благодарными даже за скудное кормление, существование, содержание, чего я очень не хочу. Я хочу, чтобы мои прекрасные животные, даже черепашоночь нашей Вазовски, мы стараемся ему такие условия создать, чтобы самим было от этого в душе комфортно и радостно. Ну что, поэтому я расстаюсь со своими щенками с счастьем и радостью. Нельзя расставаться с сожалением и отдавать скрипя сердцами, что это плохой чертой. Когда люди говорят, что я не могу расстаться, отдаю и плачу, и потом дома страдаю. Это ужасно на самом деле. Никогда бы не хотела купить себе такую собаку, с которой не хотели расставаться. Я скажу больше, даже когда мы вяжем своих кобелей с нашими близкими уже заводчиками, я по нашей договоренности всегда имею право выбрать щенка из помета. Ну, имею право как владелец кобеля выбрать щенка из помета, какого я захочу. Но если заводчик говорит, что я хочу этого щенка, то я никогда не стану спорить. Я считаю, что нужно уступать, во-первых, а во-вторых, если человек не хочет отдавать, скажем, эту собаку, продавать, отдавать, то и бог с ней. Значит, не нужно брать, потому что это никогда не пойдет во что-то хорошее. Так, ну что, наши веселые малыши продолжают искать некоторые из них своих мам и пап. Некоторые уже нашли и уезжают, а некоторые ищут. Это пять девочек и пять мальчиков. Предложения по щенкам в каждом практически видео. Сегодня я не буду по каждому останавливаться. Просто очень веселая, шумная игра и прогулка. Да, и для тех людей, которым мешает собачий лай в жизни, вам никогда в жизни не нужно заводить собаку. Это как игривые дети в детском саду или дети, мешающие на детской площадке, там, под окнами, вечно ноющим, плачущим и хотящим спать, которым все мешают. Не заводите собаку, ради бога. Я вас даже прошу об этом. Кому мешает собачий лай? И я хочу сказать, что в моем питомнике нет гавкучих истеричных животных. Сейчас просто веселая игра малышей. Иногда и взрослые так играют, но мы, по-моему, никому не мешаем. Здесь у себя в домике гавкаем. Я это очень контролирую, чтобы мы все-таки старались не мешать соседям. Мы не живем там в квартире, чтобы мешать по соседству через стенку или через пол. Слава богу, мы выбрали место жительства такое. И я это контролирую и очень радуюсь, когда радуются малыши. Наоборот, нужно быть, скажем так, во внимании, если вдруг щенок не играет или не радуется. Посмотрите, как нам весело, как нам замечательно. А когда играют взрослые, это меня еще больше умиляет. И чем старше взрослые, тем больше умиляет. Митюха играет, веселится. Да, вот так вот нам весело. Мы любим прятаться в лежаночке. Я бы ее уже давно выбросила, но они так ее любят. Так, Мишелька. Вот вылазят туда, вылазят скотные такие. Ну что, ребятушки, на этом буду заканчивать это видео, потому что у меня вот здесь вот под дождем, под дождем гуляют мои взрослые собаки. Хотя тоже вон играются, никто, в общем, в принципе, не торопится заходить. Вот здесь вот у нас грязненько так, и ничего страшного. Правда, Гагра? Правда, Мальвина? Мальвинка! Ты мое солнце сиколадно лиловое. Всем пока, до новых видео, до новых встреч. Еще раз всех, мои любимые друзья и подписчики, с праздником победы, любви, добра. И самое главное, пусть у нас идет дождь, и дует ветер, но будет небо мирное. И пусть будет мир на всей земле, пусть улыбаются взрослые и дети. Ведь это самое главное. А если кто-то улыбнулся от моего видео, и вам стало легче на душе, оставайтесь с нами. Следите за жизнью нашего питомника, за нашими чихуашечками, и не только. Из Крыма, из самого прекрасного места на земле, как для меня, естественно. Из моей родины, где родилась я, родились мои родители. Не все близкие, но большой привет моим родственникам в дальние страны и по всей большой стране России, и не только. Всем привет, обнимаю, целую. Желаю еще раз мирного неба над головой. Пусть восторжествует мир, добро, любовь. И все будет прекрасно. Всем пока, люблю, обнимаю. С Днем Победы! С Днем Победы! С Днем Победы! Да будет так!